а здрасте всем друзья привет уленьки продолжаем рубиться в золотой колос и сегодня у нас много дел у нас второй день третьего сезона я не знаю как правильно разделить на дни сезона вообще у нас наверно 43 день игры кстати уже идет это все неважно ладно смотрите как много у нас тут всего стоит знаете сегодня много работы сегодня много планов и чё нам надо сегодня а знаете вот сегодня я не буду рассказывать что нам надо сегодня сделать просто будем делать и все чтобы вот не было в начале игры спойлеров вот такой вот я коварный в общем-то всем приятного просмотра и давайте лайкусик отгрузите там и погнали работать начнем друзья с наших тепличек а именно с грунта так как у нас 6 часов утра соответственно у нас появился грунт завоз на садовый центр прошлой серии мы уже его немножко повозили о 98 процентов плодоношения отлично так вот на северном тепличном комплексе у нас уже 700 кубов грунта есть свежего это на будущее будет на восточном 200 соответственно 500 надо еще купить купим 500 тысяч и один литр на всякий случай потому что мы знаем все эти округления фермерские а тут надо чтобы все было тютелька в тютельку поэтому давай 500 тысяч один если что от него потом легко будет избавиться от этого литра который не будет хватать и кстати man свой закончил работу именно здесь man вот этот вот который типа зерновоз но возит он нихрена шинки у нас не зерно он возит у нас грунт опять у меня пропал авто драйв ну как вот как с этим жить благо хоть маршрут последний остался это хорошо что ты мне расскажешь давайте его отгоним отсюда куда-нибудь правда мне кажется надо куда-то в другую сторону было это делать в общем то он найдет начнет грузиться там все будет нормально 500 кого в грунта есть потихоньку он это все дело отвезет может быть даже до конца серии успеет и все будет у нас замечательно потом кстати стоит дохренища рассады которую надо будет потом использовать до засадить все рассадой чтобы много было и будем кучу денег потом рубить далее друзья давайте пробежимся по заводикам быстренько у нас во владениях есть мельница она сейчас остановлена мы посеяли там пшеничку овес и ячмень чтобы сделать из этого всего дела крупу в общем-то крупу сделаем и все будет у нас круто но для начала все это дело нужно собрать а потом уже отвозить на на заводик а кстати знаете что у меня обновленная карта но как обновленная тестовое обновление версии 2.3 или какая-то она там короче будет сейчас расскажу тут классные фичи добавить во-первых добавили мясо комбинат а это значит что скоро будут животные на самом деле это обновление с мясо комбинатом и с остальными 7 фичами будет уже вместе с животными для всех меня пока что животные еще не работают еще не доделали но добавили мясо комбинат но это в общем-то не самое интересное что могли сюда добавить а есть интересная штука заказ товаров и эта штука теперь работает давайте он на примере какой-нибудь другого заводика покажу например вон хлеба комбинат или консервный завод давайте он консервный завод заказ товаров они не работают значит хлеба комбинат либо комбинат как мы знаем производит выпечку и печеньки и для выпечки нужна мука ржаная и мука пшеничная нажимаем на кнопочку заказ на производство и вот здесь вот мы можем заказать производство выпечки есть два варианта развития событий например нам нужно для каких-либо целей там кстати сейчас идет обсуждение возможно вернут эту фичу что будут выпадать контракты на то что мы не можем надыбать то есть на данный момент если у нас нету во владении хлеба комбината то заказ на выпечку то есть контракт срочный груз снабжение доставка вот это все выпасть нам не может это конечно не точно но возможно это вернут и предположим нам надо не знаю 20 кубов выпечки условно это все тут сразу же рассчитывается сколько нужно для этого дела муки пшеничной сколько нужно муки ржаной заказ на производство работает только в том случае если вы привозите до минимум 50 процентов сырья то есть так просто мы это все дело не закажем он там выдаст ошибку ответственно за 46 тысяч можно вот этого 20 кубов оплатить и надыбать когда же мы будем выбирать сколько мы сырья привезем стоимость будет заметно падать можем привести хоть все но привести нужно минимум половину время выполнения 1 час 29 минут это медленнее чем самая первая линия производства на заводе но все равно она по крайней мере будет выполняться вот например нам надо там но это в общем-то все растет да понятно можем друзья например у нас есть 20 кубов муки пшеничной и нам некуда ее девать мы можем из нее переработать все это дело в выпечку и получим на выход на выходе 46 кубов 153 тысячи литров черт просто литров до выпечки ну и соответственно можем ее вот так вот доставить 30 кубов и будет выхлоп в общем то просто так этим заниматься насколько я успел посчитать не очень выгодно но в общем такая фича появилась самое главное что пропадут вопросы где взять брус потому что брус теперь можно будет надо быть именно таким способом но случилось это ровно тогда когда я уже купил мебельную фабрику поэтому ну вы понимаете пока что с контрактами тоже это все дело не появилось поэтому я с этим играться пока что не буду также кстати в этом обновлении вот она вы знаете я же победитель по жизни только я выделил для льна поля для того чтобы продавать льняную солому и богатеть так вот солома льна стала как пишут примерно в два раза меньше но что-то по цене это незаметно может быть выхлоп стал меньше обратим на это внимание может соломы самой меньше стало но короче в обновлении это немножко порежут теперь таким читерством заниматься нельзя будет там есть еще мелкие изменения там кстати значки поменялись какие-то на карте ведь теперь они здесь другие сахарный завод маслоэкстракцион да вот видите по кучу всякой штуки добавим биогаз точку посещения короче со значками там визуальные изменения какие-то животных добавят но у меня пока нету я пока посмотреть и показать вам это все дело не могу но как-нибудь как-нибудь мы это увидим так вот что я тут распинаюсь уже 10 минут лишнего трёпа нам друзья надо убирать поля а вот это вот все я составил для того чтобы сделать небольшую реорганизацию техники эти мы займемся тоже чуть-чуть попозже сначала уборка уборка поля уборка полей я бы сказал и делать мы это будем на нашем классном комбайне который починены наверно а может и нет но по крайней мере чистые помыты это прям точно я нихрена мне починен но курсплей знаете самого починить у меня вот на днях вышла 10 серия это сам конец сезона и там как раз на ю тубе появилось видео о том насколько износ техники влияет на количество собираемого урожая мне знаете да так нравится игре больше двух лет только появилось видео и все стали умные что у меня урожай херовый был из-за того что у меня комбайн не починен был а вот меня послушать на тему того что блин там события случайно и на карте случилось эта карта интересная в отличие стандартных из-за этого хреновый урожай был никто не стал все умные ну ладно я это как-нибудь переживу короче начинаем мы с уборки наверное с овса пускай запустим сейчас вот это вот все дело в уборку и все будет у нас классно до топлива должно ему хватить я надеюсь овса будет не очень много у культура не очень урожайная но вроде как событие прошло поэтому я надеюсь что соберем не как прошлый раз 20 кубов несчастных с этого поля то знаете ли будет обидненько я такое не люблю давай комбайн разворачивайся давай курс плечи сейчас за губением сюда классно какой-нибудь на четыре поворотных полосы с разворотиком все как надо как ты любишь со стартовой точки и давай пошел работать ты будешь молодцом солому отделять не надо толку от этого тоже нет я кстати думал поиграться с этими гранулами со всякими и это довольно прикольная тема но ее автоматизировать увы не получится поэтому нахрен надо может есть модовая какая-то именно нис не сделал сишки а с мода какого-нибудь который по курсплею работаете пилеты делает но мне в лом искать если честно так что как то вот так вот в общем то ты товарищ давай работой единственное у меня опять окна автодрайва пропали ничего так вот курсплей сам чинится поэтому все не не парьте пожалуйста мне мозги что урожай хреново будет курсплей чинит технику это когда надо так и надо выделить в помощь к этому комбайну одного мана вот этого выделим вот он не починен и знаете что я и не буду его чинить потому что это тоже нахрен не надо вот правда толку никакого быстрее он ездить от этого ну чуть-чуть медленнее начинает ездить не починен но это не чувствуется особенно когда это все на автоматизации работает так вот короче поедешь ты на поле номер 45 там тебя ждет комбайн а выгружаться будешь знаешь куда на мельницу а мельница выгрузка есть сразу же запустим мельницу только пойдешь работать тебя все должно быть круто далее друзья еще насчет полей есть у нас тут я опять-таки у нас есть куча денег поэтому с учетом того что еще и полей больше становится с каждым разом я думаю что нам надо купить новый комбайн я вот все думаю думаю какой комбайн брать и погнали в магазин в общем-то купим комбайн магазин здесь рядом ха я друзья долго думал какой комбайн брать и знаете какой мы возьмем мы возьмем кейса вот такого вот кейса на 14 кубов у него бункер даже 14 с половиной можно было бы взять чуть побольше new holland да но new holland у нас был на свапе классовский комбайн у нас тоже был на свапе поэтому возьмем кейса можем даже ему широкие шины пихнуть а почему бы нет и система gps тоже без этого никуда покупаем вот эту вот игрушку и в комплекте мы берем такую же жатку как у нас уже есть на этом сам на аффенде и все вот этих ребят сейчас мы тоже запускаем в работу а тут осталось это пенька резко прикольно пятьсот десять тысяч у нас еще потрачено возможно это не все растраты на сегодня посмотрим вон улицевый комбайн 0 моточасов и все классно короче отправляем его работать на уборку льна потому что то поле со льном у нас какое поле то кстати 10 по моему да давай едь туда на этом поле друзья еще много работ будет после уборки то есть надо будет солому отделять на нем надо будет эту солому потом переворошить надо будет ее заволковать затюковать вывести тюки и только потом можно будет культивировать поэтому чтобы это все дело сильно не затягивать тоже сразу же ставим уборку сам лен будем возить на базу и складывать его там пускай он там лежит но есть у нас кстати еще один ман который может работать с комбайном поэтому его же мы и отправляем на работу с комбайном опять-таки давай к автодрайвте запустим опять он тут все по сбивалась я не знаю почему это возможность то что я параллельно на двух картах играю в поле 10 зерно выгрузка и отлично здесь на только тебя на дорогу тоже надо как-то вывести наверное чтобы не было проблем с нахождением путей а тут много всего наворошено с этими стоянками моими всеми все давай друг едь работой а мы возвращаемся к нашему комбайну который переехал на поле какой он молодец до жадку кукурузу мы потом ему еще тоже докупим если она понадобится я боюсь что мы никогда не будем садить много кукурузы в любом случае зерновых у нас будет больше поэтому 1 жадка мне кажется ее хватит там посмотрим потом давай друг тебя вот так вот отцепляем подцепляем жадку с другой стороны новый комбайн классно классно комбайна разворачиваем и курс плечик открываем потому что работать ты будешь по курс плечику это шканю понятно да генерируем все маршрут на десятом поле все как обычно давай четыре поворотных полосы тебе с разворотом и будет нормалды единственно строчки на заглянуть во-первых выгрузка соломы ставим до поднимать оборудование с опозданием опускать заблаговременно пускай будет вот по правому клику мы вырубаем потому что это не надо и автоматический ремонт на 70 процентов ресурса то есть как только станет 30 процентов износ он сразу же чинится и все и ничего никаких вам пропаж никаких просадок по скорости все сразу четко становится давай друг со стартовой точки пошел собирать лен и все будет нормально кстати судя по тому сколько овса уже собрано за такое количество времени уже 16 кубов чуть больше даже собрано то соответственно действие события у нас прекратилось и нормальное количество овса будет так что все все четко все хорошо мне вот не нравится как труба здесь выставилась точнее не выставилась встречал я уже баги с этим комбайном сейчас я пожалею что я просто когда он трубу будет открывать у него будет вот такая вот какофония и он не сможет разгружаться ну черт ну как так то во вроде починил отлично он в общем-то поехал убирать грузовичок сделает еще кружочек ничего страшного что у нас еще касается полевых работ друзья прошлой серии мы купили 11 поле и я его к посеву еще до сих пор не подготовил не знаю почему я такой ленивый тут в общем-то растет трава я ее косить не буду но это поле нужно полностью обработать это поле у нас будет под свеклу во первых его нужно перепахать то есть но учитель им закультивируем и все будет нормально ему нужно известь я ее сейчас выносить не буду ближайшие два урожая которые у нас будут на всех полях хрен с ним с этой известью там не такая большая просадка плюс у свеклы в принципе нормально выхлоп но и разумеется его дважды нужно будет удобрить возможно один раз если трава даст свое удобрение после того как мы ее перекультивируем и на эту работу мы сейчас просто отправим в одного вот этого чизеля я думаю что она один справится довольно быстро с этим делом давай дружище вот с этой вот точки 5 поворотных полос тебе с разворотом бубенем генерируем маршрут и все будет у тебя нормалды автодрайв использовать для парковки и разгрузки наполнения вот так вот сбиваются настройки мне не нравится это все дело но ничего не поделаешь давай поле 11 курс плей тебе со стартовой точки потому что стартовой точки стоит там со стартовой точки стоит короче и давай едь работай паши мне поле ну и вроде как все с полями пока что разобрались пускай идет уборка и все далее друзья мы возвращаемся к нашему лесу наши деревья уже подросли и вроде как вот это уже финальная стадия их роста то есть прошлый раз была не финальная и выхлопа древесины было мало опять таки я не знаю какой сейчас будет выхлоп проблема в том что я взял снабжение на древесину 44 куба каждый день нам нужно возить в течение недели уже идет второй день первым благо выполнили все нормально до 12 часов нам нужно привести 44 куба прошлый раз это заняло у нас по моему 20 деревьев или 23 написано это статистике 28 28 деревьев то есть вы понимаете что вот этого всего теории если столько же будет сколько в прошлый раз не хватит для того чтобы выполнить это снабжение поэтому сегодня нам надо будет засадить еще леса но для начала давайте посмотрим вообще какой выхлоп идет у этой древесины и для этого друзья мы сейчас просто спилим 5 деревьев и отвезем эту всю древесину на нашу мебельную фабрику спилим именно 5 штук повезем именно на мебельную фабрику потому что во первых нам надо запускать эту самую мебельную фабрику во вторых мы там увидим конкретные цифры сколько мы там чего напилили сколько мы там привезем пили мы сейчас 11 метровое бревна как раз это дерево это две вот таких вот палки 11 метровых ну и в принципе то и нормально наша задача сейчас просто завод запустить на снабжение у нас еще целых шесть часов есть есть вероятность что придется короче это все дело засаживать сейчас заново возможно друзья это еще кстати и не самая последняя стадия роста но по моему последнего тут я что мне кажется больше деревья уже не станут хотя кстати может быть и станут потому что по 11 метров что-то у меня складывается впечатление что когда мы на свапе их пилили было три бревна то есть 36 метров вроде как они вырастали по 12 мы тогда пилили 36 метров длиной они вырастали соответственно но друзья я могу ошибаться уж простите я не так часто этим всем делом занимаюсь в любом случае сейчас просто выполним норму посмотрим что останется запустим завод и и так далее вот этого товарища мы оставляем вот здесь потому что здесь у нас охраняемая территория и погнали по-быстрому сейчас погрузим эти бревна отвезем на мебельную фабрику и посмотрим что к чему вообще кстати нет знаете что мы будем экономить время так мы вот этого вот грузовика возьмем пока мы будем экономить время потому что у меня есть . автодрайва на мебельном заводе я совсем про это забыл что мы сейчас загрузим отправим его по автодрайву и еще чуть-чуть попилим как я придумал я молодец вот так вот аккуратненько укладываем бревна судя по всему здесь даже не пахнет 40 кубами если честно смотрите у нас есть . мебельная фабрика древесина нам я там сделано вроде как под автозагрузку посмотрим где он там остановится давайте его отправим туда пять минут он туда будет ехать а пока он туда едет давайте немножко попилим деревьев что-то за просадка такая была странная непонятная короче пока он туда едет давайте спилим еще с десяток деревьев и будем понимать что к чему потом но его вроде десяток если верить статистике которую я периодически посматривал чтобы не сбиться со счета давайте-ка скорпиона тоже отсюда отгоним у нас здесь как раз зона которая типа под охраной так что все нормально не не под охраной вот так вот пойдет а мебельная фабрика у нас закрыта да поскольку она открывается в 9 утра только знаете терзает меня смутные сомнения что этого все равно не хватит на то чтобы погасить снабжение но давайте поедем отвезем это посмотрим так но городская котельная вроде как работает самого утра поэтому можно сюда сейчас будет все быстренько сгрузить мы давайте посмотрим продана леса а привезено 0 теперь внимание вопрос какого хрена деньги то мне не сильно нужны свободно 20 кубов круглосуточно по тысячу стоп от снабжение нам это нихрена не засчиталось чувствую где-то меня здесь обманывают ладно друзья пока что лес оставляем в покое в 9 утра займемся этим всем делом когда откроется мебельная фабрика вот этого товарища отправим на не знаю на базу вот отсюда наверное его можно отправить он на автомойку заодно пускай едет помоется развлекайся дружище а это за друзья как раз сейчас вот пойду спадки потому что у меня на самом деле час ночи уже эти ребята пускай тут все убирают и в 9 утра мы встретимся посмотрим на каком этапе у нас будет тут уборка пассивная вот это вот все дело сейчас это все с двумя комбайнами должно будет заметно ускориться я по крайней мере на это надеюсь короче встретимся ближе к 9 или если вдруг чего-нибудь интересненькое произойдет интересненькое кстати уже произошло потому что у нас на тепличках то все созрело он 280 кубов клубнички появилась и 914 кубов автоматиков поэтому давайте-ка мы внесем сюда везде удобрения и восточный тепличный комплекс тоже все это дело повносим благо это не так дорого стоит удобрения внести не так как посев и грунт раскладывать но этот товарищ короче его отправлен там сейчас как раз все засадит заново и вернется сюда обратно отдыхать в общем-то до встречи ближе к 9 утра ну и что друзья как я говорил встретимся мы ближе к 9 утра уже 8 47 у нас в общем-то все хорошо у нас у нас уже убрались все поля одно поле даже успела засеяться 11 поле я уже закультивировал и засеял свеклой сейчас восьмое поле отправил сеяться но вот это вот поле культивируется двумя маленькими культиваторами 10 поле уже закультивировалась и можно было бы его уже даже сеть но я не хотел менять вот эти вот сорта семян постоянно потому что у нас вот здесь вот везде будет пшеницы расти а на десятом поле будет лен продолжать расти да но в общем то ладно это все не важно что друзья еще приключилась за это время я тут пообщался с разработчиками карты и оказалось что все-таки да это обновление которое мне скинули она ломает снабжение активное которое было ответственно мы не сможем выполнить соответственно чтобы не получать минус в рейтинг и вот эти вот все штрафы я его решил просто выпилить из сохранялки и теперь у нас нету активного задания поэтому про это снабжение мы забываем с одной стороны и хрен с ними хорошо далее по поводу леса я тут задал вопросик на ю тубе был последнее лето стадия роста у своих подписчиков на самом деле мнение разделились 50 на 50 кто-то писал что вырос тут еще на 10 метров один был правильный ответ мол посмотри в сейве чё так же это можно найти я это нашел действительно 88 процентов у нас выросли деревья соответственно я думаю что сейчас их пилить смысла особого нету эти 10 деревьев которые мы спилили мы сейчас отвезем на мебельную фабрику и запустим производство и с этим в общем то тоже все понятно ну и друзья последнее что хотелось бы сделать а да кстати заводики мельница у нас там отвез все туда овес весь с поля туда отвез сюда в общем то тут уже почти на собиралась 60 кубов этой самой овсяной крупы мы ее в следующий раз отвезем уберем отсюда все остальное друзья я возил на склад ячмень пшеницу тут тоже по 60 кубов должно получиться всего от этого добра без проблем крупы я имею ввиду я думаю что в следующий раз мы тогда всю эту крупу вывезем излишки продадим а то что на склад 100 пойдет на склад и вот так вот сейчас надо вот это все дело перевести на мельницу то есть овес ячмень и пшеницу и для этого мы отправим вот этого вот пацана и знаете что я сделаю нет не этого пацана а вот этого пацана у нас зерно возит я думаю что мы забубеним ему автогруз чтобы он отвез все сразу как вам идея вот здесь вот ты пока что стой принципе автодрайв его можно забубенить сразу же на надо например на пшеничку а вообще пускай стоит обогащенный грунт и и хрен с ним смотрите что я придумал сделать с автогрузом а нас есть 14 кубов овса это одна поездка скажем так туда-обратно даже пол можно считать потому что его можно будет загрузить например в грузовик а в прицеп загрузить что-нибудь другое а ячмень и пшеница это по 5 поездок будет как бы это все красиво сделать то знаю я как это сделать мы друзья сейчас весь овес загружаем просто в этот прицеп в заднем и этого товарища сейчас отправляем отвозить а пока он повезет первый овес мы настроим ему автогрузик и это будет по моему правильно вон сразу поехал на мука выгрузка какой молодец да кучу то он туда не поехал нихринашники а если так а если так то поехал и смотрите друзья в автогрузе чем его забубеним сама мы забубением загружать из склада например ячмень из фермы зернового хранилища пять раз а из прицепа ему забубением загружать из склада пшеничку в те же самые пять раз можно радиус побольше поставить и все пускай катается возит ее без проблем отвезет и все будет огонь также друзья вот такое вот количество тюков у нас получилось 10 поля как раз на две машинки полностью забитых ну как урал почти полностью забит man полностью забит тут получилось 72 и по 14 тюков не читаться здесь быть не может потому что нечетное количество должно быть 17 ков 72 и 17 считайте сами мне впадло но и друзья так как у нас уже без трех минут 9 скоро откроется мебельная фабрика давайте отправим туда грузовичок который отвезет туда первую партию бревен сейчас мы узнаем сколько это в литрах переработает он это за день или нет по крайней мере запустим посмотрим ну и наверное мы еще сутки подождем пока эти деревья подрастут надо эти деревья ему видимо поближе поднести а то он не хочет их брать и последнее вот так это наберись же пожалуйста об все упала целый грузовик набит замечательно 10 деревьев одно бревно как-то неправильно упала но ничего страшного перевязываем все это дело ремнями меня сейчас тут получилось что длина дерева 22 метра да у меня есть вот я уже говорил о том что есть почему-то такая мысль что было по 3 бревна по 11 метров то есть 33 метра должны вырасти деревья или там 32 условно но почему-то еще не выросли видимо 10 дней не растут потому что очень давно уже посадили мы эти деревья может не 10 может чуть меньше потому что там сейчас 88 процентов написано короче посадку леса мои друзья откладываем на следующий раз наверно посмотрим что будет я еще план составлю у нас стукнуло 9 утра а значит давайте мы проверим наш сахарный заводик сахарный завод он как раз переработается потом может быть ему сделаем даже то просто как он остановится посмотрим ну и сахар уже 438 кубов нормально вполне себе нормально давай посмотрим как ты тут останавливаешься чтобы тебе и выгрузку забубенить автоматически можно кстати и сам бы проезжая через триггер здесь выгружался бы но не с каждого прицеп это работало я не знал будет ли с этого прицепа работать давайте стягнем ремни и попробуем по выгружать и она нихрена шинки не видит а чё но не принимает может не снабжение слом не снабжение не сломалась потому что мебельная фабрика 00 здесь нужно триггер не попал здесь выгружать древесину но и как ты мне это объяснишь странное дерьмо да знаете друзья вот иногда не очень хорошо получать вот эти вот ранние тестовые версии потому что в них может что-нибудь сломаться разумеется это все дело починят и скорее всего очень быстро я друзья сейчас закончу посев вот этот вот весь который у нас еще идет два поле еще надо досеять 8 почти посеяно но и видимо мы откладываем запуск мебельной фабрики уже на следующую серию я думаю к этому времени и починят а также в следующей серии возможно у нас подрастут деревья может быть еще что-нибудь интересное произойдет там с техникой будем играться вот эти ребята пускай вот здесь у стоят и я думаю что если внезапно выйдет фикс какой-то я загружусь закину эти бревна это отвезу man обратно да просто сейчас я этого фикса уже ждать не буду на этом тогда я серию закончу если вы друзья хотите смотреть серии заранее скорее всего уже на самом деле кстати весь сезон то вышел для спонсоров так вот если хотите быть одним из них то ссылочка около кнопочки подписаться есть там кнопочка спонсировать тем кто уже это сделал вам ребята респект и вообще вы красавчики огромнейшая пятюня если вы на канале впервые то конечно же подписывайтесь потому что впереди много всякого интересного дерьма лайкусики комментарии не забывайте короче вы все прекрасно знаете всем огромное спасибо за просмотр с вами был никита дилей и всем покаки